Сегодня у нас 8 июля 2019 год. Приехали в деревню Урыхки за медом. Шерстобитву Геннадий Павлович. Нестор, Нестор, вставай давай. Хватит валяться. Это ты можешь и дома наваляться. Брат нас Игорь привез на своей машине. Ну чё, Нестор, давай. Так и чё, брат, подождем тебя, да? Вместе пойдем сейчас. Ну, я не знаю, закрываться нет, надо чтобы кто-то один остаться. Ну давай этого нашего утрака оставим. Ты тут оставайся. Если что, голос подавай, Нестор. Он меня утащит. Да кто её знает. Кто её утащит. Дайте мне паспорт там лежит. А нет, всё, я забрал. Можно идти. Получается 6 банок, короче. Ты Игна Тихоновичу и нам потроим по одной. Так, ну и чё, заходи? Всё, заходим, да? Заходи вот. Заходи. Дай я закручу. Тебе неудобно. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Не надоели вам ещё? Да, чё. Мы работаем под водоедностью. О, как они. Посмотрите хозяйство. Пчёлки работают тоже. Пчёлки. Как работают? Ой-ой-ой. Ну, в жару они тоже сильно не работают. И холод не работают. Это значит ещё вот то, что они курируют сейчас. Это ещё круче бывает, да? Конечно. Прям тучи их тут. Да. Ну вот они работают или просто летают? Да нет. Работают. Работают? Работают. А их прям видно в уле прям. Ну, жарко. Да, жарковато. Они вот к вечеру вообще пойдут сильно. Да, ну никто тоже не выделяет. Помоги Господи вам. Очень важная работа. Тяжка сильная. Уже. И надо же, прям тут у вас. Уже можно. Прям тут у вас они прям. Ну, вывозить это вообще. Добрый день. Добрый день. Друга моя. Вывозить вообще тяжело. Это молодые ребята. Вывозят там. Ну да. Кочуруют с ними, а мы. Уже. Дома доходишь. То то забыл, то то не взял. И ходишь туда. Челый день. И они... У вас у одного только? Так вот прям, чтобы в населённом пункте? Нет. У нас ещё там есть люди. Ну, у нас... Пасек пять, наверное. Ну, всем как-то хватает за пчелку. Да. Ну, они, ребята, все цветы окучивают. Конечно. Наверное. Никто вам не предъявляет права, когда у нас больше забрали нектару, чем у других. Ага. Да, нет. Да, так шучу. Да, понятно. У нас сейчас беда другая. Что ты прислышал? Может, вы не слышали последние вещи? В Алтайском крае. В Алтайском крае уже в семи районах погибли пчелы. Нынче. Ничего себе. Они погибли не только в Алтайском крае. Да, такое есть тема. Ну, и не в Алтайском крае только. Но нынче в Алтайском крае. А почему? Потому что фермера сеют и травят. А, он чего? Все ядохимикаты из-за границы сильнейшие. Вот рапс сеет сейчас. Рапс травит. А он рапс медоносный. Что туда идут и все. А рапсом небольшие цветочки такие? Нет, он типа сурепки. Вот такой вот. Даже похож на сурепку. А вот с желтой, который? Да, да. Вот такими же цветочками можно спутаться с сурепками. А вы не подскажете, мы ехали как Виктория растет. Широкие цветочки. Такая небольшая культура. Ну, заходите. Геннадий Петрович, не знаете? Такая как Виктория. Широкие листочки. Что за культура такая может быть? Так тоже все поле засеяно. Да, посеяно. Это знаешь, что? Широкие такие листочки. Как же сын-то мне говорил. Он у меня агроном. О, как же, как же. Это зернистая она? Да, что-то, я не знаю. Масленичная что-то или что-то такое. Что-то. Вот он и говорил, но у меня памяти нет. Мы проезжали вот. Смотрели. Да, вот мы сейчас ехали. Да, вот тут от поля насеянные. Корченские, наверное. Что же, что же. Сейчас ведь сеет. Раньше они не знали такого. Пшеница, овесы никогда не травили. Травили вот перед посевной, когда сеет. Но оно в землю уходило и все. Ну, Игорь тоже сейчас часто у себя там от сорняков все травит. Ну, сейчас вот. Сегодня сын звонит из района. Говорит, рапсы еще не будут травить. Вот два километра. Рапсы. А будут сегодня в ночь травить вот. Тут тоже два километра. Ермачиха. Граница. Пшеницу будут травить. О, а потом мы пшеницу едим. Да. А потом мы все это едим. Потом раки. Да. Вот я и говорю. Раньше не было такого. Обрабатывали все это самое, как сказать, механически, чтобы не было сорняков. А сейчас что, не пашут ничего. Поцарапали, поцарапали. Потом и травят, и травят. Так что, скоро без пшел вообще останется. Я помню, как-то Игорь, этот, барабаш, у себя там небольшое поле, решил не обрабатывать. Это уже давно было. Не знаю, сколько лет назад. И у него сразу все заросло. Ну понятно, но раньше же следили, пары пахали. Осенью все отвально пахали. Поэтому сорняк, он погибал. А сейчас ничего не делается с землей, кроме как травят. А, то из-за того, что он сейчас поцарапали ссадит, да? Да, конечно, конечно. Раньше же очень все убрали, спахали все отвально в зиму. Потом весной обрабатывают. А с ядрохимиказами вообще не пользовались. Ну еще Игорь говорит, что раньше все деревни занимались, а сейчас один человек приходится трудиться. Один-два человека у него. Почему они стали применять это все? Стали не по этому применять. Потому что все деревни разогнали. Совершенно верно. Работать негде людям. Ну да. Чего они фермера? Они же животноводство не держат. Коров-то нету даже у населения. Они не говорят уже о колхозе. Да. А раньше вот сейчас Путин там с Медведевым. Вот сейчас столько зерна, а мы за границу продаем. А раньше Советский Союз покупал. Так раньше сколько было скота-то? Все отходы-то шли скоту, а сейчас все это продает по мешоку. Мы пойдем пройдемся по пасеке. Так, подождите, сетки дам. Галя! 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 Не слышно, нет идет. Галя, дай пару сеток. Галя, дай пару сеток. Галя, дай пару сеток. Так-то они ничего, Вот сегодня одна какая-то летает, за мной. А так я по пояс раздевший хожу, А они когда работают, взяток есть, а не трогают. Все равно, они вот по лицу у них привычка такая. А так сетку одену, по поясу полом можно ходить. Нима, надень меня, пожалуйста. Главное бороду, зато в бороду залезет. Они волосы еще и любят. Вощину подогреваем на солнце, когда пчелы лучше. Вот вощину стали делать. Парафин туда толкают. А пчела ее не принимает, не отрабатывает, проедает. Вот и мучается, ставит. А такие деньги. Раньше вощина была толстая, а эта тоненькая. И, вот, сильно не надо это. Не, они не дам степень. Глючейки на руки. И вот, они не отрабатываются. Возьмите. 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 Вчера, позавчера много работали. Семь приезжал к нему-то. Особенно так. И вот, мы не пустим. Далее. Возьмите. 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 семей тут получается вот 20 семей будет 20 вот каждый каждая семья на спячку они когда уходим зимой уходят проводка в ноябре потом это уже время отдыха с пчелами сколько работаешься что сзади мне успеваешь отдохнуть возраст уже вот наш огород раньше все до картошки засаживалось а сейчас нам так и кусочек садим а тут сын нынче попробовал медоносную траву посеять вот видишь привязался и летает за мной вот что и пожали ну а тут у нас вот мы здесь это самое сейчас какой-то беспорядок был я первый раз приезжал вот недавно будет это он тот это тот брат игорь не был ему бы интересно показать а это под номером еще чтобы знать где где что-то конечно каждый даже записывал вот дарой когда отраилась когда матка блюдастся картотек но ничего холода стояли сейчас мы уже все потроились а нынче порядка двадцати тут журнал идем что делаем вот плохо работа 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 много вот язычки натянули вот сами тянули без всякого сина смогут же строить как архитектуры крупные сечения крупной ячейкой это вот типа труднёвые а вот рой сидел ночевал вот тут прилепил вот тут вот чего внутрь залетела вот сколь не жаль это все равно неприятно больно это вот труднёвые увеличены знаю надо как-то делать ващину самому наверно невозможность как я посмотрел у них ячейка крупнее получается да да ну крупнее но доказывает что эти одну валенку ставили вот 1 июля по проволоке распустила все брак сплошной раньше такого я с 5 лет на пасеке с матерью сразу такого не было да вот тут лет 5-8 а позови его брат нет игре посмотрел он так-то любознательный твой брат ну во христе он сборного сам он этот сам инженер по специальности он этим заниматься золото добычей этот как он там геолог геолог просто у него сейчас это там коленка полетела он не может вообще ходить заболела колено да на колено вообще вылетел это смазка вот это пропал меня тоже стали болеть сейчас я знаешь по интернете что нашел немцы желток яичный взбалтан и туда две чайных ложечки соли размешивает и повязку нам на колено я вот по делу несколько раз лучше а у него все он сейчас уже стоит на то будут операции операции буду делать да там че-то менять буду я еще люблю волейбол и вот каждую неделю 5 собираемся школе спорта чем подойдет ведь вы видел а видел много раз виделся тогда че то что в это время уже качали водичка сладко и главное их никак не у не убережешь да что они из этого траву то будет как такая глобальная проблема вообще который президенту писали запросов как раз именно не фермера а кто хозяйством занимается не только вот по хозяйству это нужно беда будет потом да да конечно выбирается там все деньги и ясно причем не такой как и я не знаю я не знаю ясно Creates of a газета правее на том что вот я вамarsi например вот моих вот 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 так вот, да? Да. Она остынет, а то так может порваться. Вот в тенечке. Да, слава богу. Сейчас она мало пьет. Вот весной сильно много пьет. По этому змеяку, как стадо коров пьет. Так, ну и что? Сейчас мне еще, кстати, я с ней потелся. Где кто-то? Сейчас я отникли вас спрошу. Что, Неста, все вы? Нет, еще не отнесли. Знаешь, много на двух машинах? Нет, на одну, я сейчас спрошу у Игоря. На одну ему? А мне пришлось барабашу, извините, а дорогу-то точно не помню. Ага. Я же не шофер, не запоминал даже. В прошлый год ехали, всю дорогу снимали на видео. Да, кто его пересматривает потом? Я посмотрел фрагменты на один раз. Громко? Да. Тихонько только не урони. А я уже две таких барабашки. Урони! Ага. 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 Вот. Нынче сделал медовида, если что-то такое. Ну вот я хотел спросить, да. Непонятно, что это такое. А это называется универсионные столы. Позвоночник растягивает. Ага. Наваливаешь, можно вертикально за ноги привязываешь и наваливаешь. Кто-то должен делать это? Ну да. Кто-то. Ну вообще они заводские, это сам себя можно переворачивать. Но у меня не доделано. Надо еще доделать. Это что такое? Сюда? Сюда? Давай на тебе как раз испробуем. Давай сюда. Мне-то тоже надо спиной заниматься. Все, я понял. Это гидравлические боты как они? Нет. Инверсионные столы. А, давай. Инверсионные столы. Сюда встань, да? Да. Немножко высоковато сделаю, да. Первый раз сделал. Ровный. Сейчас хотел здесь для комнаты. Чтоб комната была. Может ботинки снять надо было? Да нет, наоборот. Наоборот. Лучше вы какие-нибудь покрепче. Благодарю вас за лёд. Да. Меня в космос. Спасибо. А что это такое? Игнать Тихонов считает, что я в космос. Крутилка что ли? Это для позвоночника. Придерживайте сейчас. Голову сюда. Нет, ты вот за фанелью прям держись. Я буду приподнимать. Как чувствуешься? Хорошо. Хорошо. Можем тебя не выскаживать. Напряги вот так. Хорошо. Я это чувствую. Хоть на небо посмотришь. Это как раз таки упражнение для поясницы. после которого. Да, да, да. Вообще всё растягивается. Да. Это есть такие специальные гравитационные боты называют. А это заводские есть. Вешиваются на турник. А это я понял. Ну это вот можно самому. Вот тут мне надо такие дуги взять. Сейчас приопускайте руки. Расслабляйтесь. Да, я расслабляюсь. Расслабляйтесь. Как раз таки выпрямляется поясничный отдел. За счёт массы головы и плеч. А можно мне попробовать? Мне вот полезно будет. Да запросто. Что? Можно увеличить. Только это. Не, мне не надо. Мне наверное не надо. Ну у меня вот давление это на глаза сразу. Надо вот постепенно себя привлечь. Да. О, сколько уже появилось. Надо уйти. Надо уйти что-то делать. Надо уйти что-то делать. Как это было? Геннадий Павлович. А. Прочистали. Извините нас, пожалуйста, за то, что мы на ночь смотрели. Да. Спасибо. Так. Вы, ребята, молодцы. Тимура все настоящее. Ребята. Вот я не убирал. Ждал, чтобы убрали. Можно нам, пожалуйста? А чем? Натаскали. На ночь, Иван, купал. Взяли, натаскали. Взяли на дорогу. Наложили. Да, Павел Наталья. Это вот рядом с вами деление потеряется? А, я знаю, я знаю, я знаю. Я там был. Просто я снимаю. А у нас сайт есть, ну, выбирающая страничка. У дяди Олега работал. Если вы туда зайдете, будете видеть жизнь, православность прямо берете. Вот у нас приезжали сейчас попрещения, да, люди. И приезжали с ним с Сливана, с Бермании. До свидания. Извини. Не, подожди, подожди, стой. Ребята, он уже сказал, чтобы вы убрали. А вы убрали за собой там? А что убрали? Не знаю, какие-то там жерди наклады на дороге. Не знаю. Это на Ивана Купала. А что это? Что сейчас было-то? Растяжение позвоночника, вот это все, для спины это очень полезно. Игорь просит ему тоже. Заходи, брат. А надо чтобы кто-то здесь побыл. А, ну давай. А что-то я побуду. Побыть, ну я поснимаю. Тихонько оборвется. Нестор, побудь возле воды. Возле этой машины там. Да никто тут не в траве. Ну все равно, на всякий случай. Я вас не перевернула в одно. А, подойди сюда, это, Димя, Дмитрий, подойди, помоги. Да, у меня нормально. Вес-то большой. Да, вес у меня хороший. Помочь надо. И не заделан он у меня. Что, выдержит? Да, выдержит. Что, мне туда залазить надо? Да, что надо оставить. Помоги ей игру подняться. У меня суставы еще больные, вот чем дело. Перекосило меня. Вот тут болит, вот здесь, постоянно. Вот это надо растягивать. Ну я вот на такие столы хожу, корейские. Но они не помогают. Не помогает? Нет. Ну или уже поздно, я не знаю. Ну вроде похлаждали мне. Может много надо. Ну да, может долго надо. Еще аккуратнее. Дима, поддерживай его. Не сломай, не жми меня. Да, конечно потихоньку. Так, наверное, делать то не так. Заводски это. Не раз или чак тут. Раз зажимай, да. Ну вот не могу придумать пока ничего такого. Только так, да? Ну, только так. Ну и так неплохо. Я в Рязани поступал, когда воздушно-десантная. То там вот такие вот перевороты всякие были. А я не могу до конца выпиваться. Нет. Дмитрий, да? Да, да, да. Помогает мне так. Ногами держитесь. Я держусь. Тиши, тиши, тиши. Аккуратнее. Поддерживай. Да, поддерживай. Я подниму. Сейчас давление подниму. Ничего себе. Как ощущения? Капитально. Народи пытаются. Народи пытаются. Поясницы, поясничные мышцы расслабились. Просто расслабились. Руки расслабились. Руки расслабились. Сильно не пускай. Да, да. Как тяжко меня. Господи, поднимай. Ну, наверное, поднимайте их, да. 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 Вы сейчас дело имели практически с инвалидом. Так что... Тиши, тиши, не торопитесь. Ноги привязаны. Головами кружишь? Да, не. У меня в этом плане нормально. У меня это дело все в том, что уже ногу начало... Что-то с жилами там такое. Вот правая нога. Она не сгибается. Вот в чем дело. Вот она. Тихо, ну-ка. Тихо, тихо. Ну-ка. Нужно еще ничего. Да, вес-то, конечно. Вот они. Я хочу сказать, что-то есть. Рассчитанное. Подержи. И что-то есть в этом. Сам себя можешь наваливать. Грыжи рассасываются. Грыжи рассасываются. То есть, чтобы не опираться, а это... Ничего себе. Я прям даже подвыпрямился. У меня жена вот любит. А что, где-то такие есть ренажеры? Они продаются. Заводские. Нет. Нет. Ну я вот самодельный. Но я больше запустил. Вы меня тоже запустите? Ну да, пожалуйста. Космос. Ребята, мы справимся. Ну да, у меня-то за сотню. Так. Ну вот тебя сложнее сняли. А, с тапочками? Да, с тапочки снять можно. Сейчас нить их? Да. Я не знаю, что ты здесь делаешь. Это то, что перетянет мышцы-то? Нет. Ну, как тебе сказать? Тапочки не могут выскользнуть. Ноги могут выскользнуть. Ну, вообще нет. Как-то я вот уверен. У него вес очень маленький. Я в молодости на перекладине лею. Подвесишь на пальцах. Да. Повесишь и там спрыгаешь. Ну это... Это не совсем турник. Ну это не совсем турник. Да. Ну как бы турник, да, ты висишь, но здесь... Тут все вытягивается. Я хочу сказать, что я почувствовал, что что-то у меня начинает происходить доброе. Ну, потому что больно очень сильно. Прям боль такая. И ногу сразу вот так начало выпрямлять мне. Да. А так у меня Марина сидит или ты на ногах? Чтобы я выпрямлялся. Значит, я там домашний какой-нибудь стану. Брата, кто тебе будет там это отделать? Ой, как? Ну, пока дожди. Не надо. Отверстие. Немножко не стандартные. Да, немножко не стандартные. Да, немножко не стандартные. Что, ноги маленькие? Можно задать вот мои ботинки. Ну давайте. Ноги маленькие, да, у него? Да. Я думаю, нормально. Я думаю, что это не стоит. Да нет, во всяких случаях. Он же головой. Ага. Уже отверстие кончилось. Что, Володя, на заклане готов? На заклане. Не закрывай, чтобы не зажарилось. Это, это, противогонка стоит. Не стоит. Ага. Сигнализация у категорки. Ну, ёр. Заклёк. Ну, там расплюся, наверное, с той стороны уже. Несколько неудачных. Ошейник. Для собаки. А у Дмитрия как получилось? У него ноги толще? Конечно. У него не толще. Во-первых, у него кроссовки. Во-вторых, у него ласта длиннее, чем у тебя. У тебя ласта не такая длинная. Ага. И он же вообще повыше тебя. У него и должно быть антропометрия. Ладно. Держи. У тебя метр шестьдесят семь. На голову. Да? А, у роста? Метр шестьдесят три. А, шестьдесят три. Ну, тем более. Он у тебя на десять с лишним сантиметров выше. У меня, например, кровь в голову проливает сразу. Раньше я на руках ходил вообще. Я на руках ходил тоже. Я любил армию. Расслабься, Алай. Я сто метров и бегал на руках. Руки опускай. Да? Да. Бегал вот так прям. Ну, я бегать не бегал. На соревнованиях участвовал. Это вешеные институтские соревнования были у нас. Можешь руки расслабить. Расслабь, расслабь, дай все. Расслабь. Я вармию после отбоя. А, это веревка держит полностью, да? Да. А, кончивает. То есть туда-назад не улетишь никак. Да, нет. Ну, можно... Вообще вертикально опускается. Ага. Ну, ты видишь, как-то... Постепенно. Ну, нет, отлично все. Так и неплохо загорается. Я на руки вот даже за голову туда опускаю. Да, да. За голову. Да, Володя, да, да. Туда вот. Угу. Ты вытянешь сейчас хорошо. Расслабь в поясничном отделе. Ну, все, в принципе, можно возвращать. Ну, так, нормально. Нормально. Это, маленькому ни к чему. Нормально. Да, без самого. Вытяжка-то все равно хорошо раздается в пояснице. Спасибо, Ристоф. Ну, это... Я что-то не особо почувствовал. Не особо? Да, у тебя потому что все пока. У тебя, значит, да, все хорошо в пояснице. Мне сказали, надо заниматься. Шея на бок где-то, у тебя значит... Не, а в пояснице у тебя что-нибудь есть? Крестец где? У меня конкретно поясница. У меня болит поясница, я надеюсь. У меня... У меня... У меня... Два месяца назад сделали у меня сколиоз. Ааа... Колено это полетело. У кого болит, тут сразу ощущает. И вес. И все. Колени стали болеть. Я в варьбол еще хожу, играю. Я люблю варьбол. Как попрыгаю. Ааа... Не, у меня все уже. Кажется, что прыгаю, но... Ну, уже все. Ну, и как вы чувствовали себя? Отлично. Ну, я как болящий, я себя чувствую, что это что-то полезное. В течении дня на ногах находишься, просто полезно. Кровь приливал потом в голове перед сном. Прям вот так. Потому что в ногах отеки. А здесь сразу... Сначала нога там еще... Я прилечь не мог. Да чуть-чуть затылком касался. А как пошел... Меня раз всего распрямило. Распрямило. Ага. Ну, то есть... Вот на этой кровати, которая корейская... Оно не так добивается успеха. Там все равно... Там бы ноги мне фиксировали, а там ноги можно... Ну, она не идет и ноги не фиксируются. Только это... И я там... Вот окрасил мне такие боли. Я раз ногу... И все. Но это не то же уже. Вот купите себе... Настоящие. Там он сам ложится и постепенно... Сам ложится, да? Да. Сам руками. Вот у меня не доделан. А как вот тренажер для вытяжки... Инвестиционный стол. Ааа... Инверсит. 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 Я не могу... Инверсит. Инверсит. Хорошо. И второй еще есть. Гравитационный бот называется. Интересно. Да. Это вот в интернете. Я посмотрю. В интернете посмотрите. Там много... Там вообще... Там один мужчина дома сделал. Так он вообще встает... Вот это перекладина между ног. Вот это. И он прям... Раз сам себя переворачивает. И подвисает. Наверное. Все. Маленький этот станок. Вот так вот он встает. Вот так вот. Ну короче понятно. Это как будто... Как будто ты берешь... Когда под одеяльник в одеяло вставляешь. За два конца. А там куча. И ты вот так вот хоп и вот хоп. И оно распрямилось все. Наверное. Так и есть. Вообще. Так и есть. А тут тебя зацепили за ножки. И вот так как бы ты даже вверх просто... Да. Твой вес. Гравитация идет. И у тебя вот это вытягивается. А там же вот эта пульпа. Вот в этих между этими. А когда ты тянешь. У нее какие-то есть оболочки. И оно... И оно может даже на место просто чпок и встать туда. Как бы. Оно же... Позвонки же вот так... Вот так. И она пульпа вот меняет свою позицию. Ах ты. Я вот чувствую прямо на себе, что у меня трава это... И до 15 минут. Поганочь. Как бы что-то там происходит. Рассказывается. Происходит. Вот что-то такое вот. Так я сразу выпрямился. А то я же не выпрямляюсь вообще. А тут я даже... Я даже попрямее стал. Просто... Дай бог. У меня метр восемь и сейчас уже стал метр семь и шесть. Ну перекосило всего. А когда выпрямляюсь, я чувствую. Опять вроде поднимаюсь. Когда в церкви стою над сестрами так. А сейчас меня вот так вот. Я чуть не вместе с ними. Потом бывает и укол поставят. Раз как-то отпустят. Вот эти вот мужики-то, вот этот парень-то, который подвешивается. Ему операцию предлагали и все. А он говорит доктору, а что же вы сам доктор-то так ходите? Не оперируйте себя. Он говорит, нет, нет, нет. Я лучше еще покажу, да? А то можно и не ходить. Сейчас. Ну что, ты все взял? Нет еще. Так, ну спасибо господи вас. Да, вам спасибо, что берете. Но все жарко опять все. Сейчас на телевизор снимут. Басику вашу. Он снимает каждый раз. Ну а там это люди смотрят. У Игната Тихоновича подписчиков только 40 тысяч. Плюс там просмотров столько. Ну, я тоже когда зимой это смотрю. Понравился, да? Довольно хорош. Вытягиваетесь. Здесь всем здоровья. Благодарим вас. Всем спасибо. До свидания. Все. Все. Вставайте с Богом. Семь дней. Я глядил, заходил. Я заходил. Почаще в гости, значит, надо приезжать. Так вот. Ничего себе. Все видел, да? Вы на одной машине. Видите? Да, на одной. У нас мало. Ну, давайте. А я... Это наши, что ли? Деревенские подходили? Да, да, да. Много детей. Ребята к вам приходили, да. А, ну, ну. Говорят, нам нужно посмотреть. А потом, как увидели, говорит, мы тоже так хотим. Тоже хотим. Я говорю, как постареете, говорю, будет дедушка еще живой. Он вас всех выправит. Они говорят, да конечно, конечно. И побежали. Ну, заинтересовались. Да им, конечно, им только. С Богом оставайтесь. С Богом. Приезжаем. Дай Бог, чтобы все пчелки были на месте и побольше еще. Да. Да больше там. Хватит. Трудитесь подольше на нашу радость. С Богом. С Богом. С Богом. А он что-то ведет, видать, или просто добрый мужчина? Ну, он и руководитель мое. Да, он спортом же занимается. А они и детей, видать, под... Ну, короче говоря, вот это как Ингра Тихонович говорит. Люди, которые готовые христиане. Видишь, он не матерится. Да, да, да. У него чистый язык. Видишь, занимается здоровьем. А это уже первое дело, когда человек хочет быть не таким, как весь мир. Да, да, да. Вот. Паразитом. Верно подмечен. Опа-на. Корсары кто такие? Корсары? Да, не-не-не-не-не. А кто будет кидать? Камень, корсары? Камень. Да камень это... Под колесами просто какой-то... Некоторые такие, которые... Да ну-то че тут. Попробуй только ким, тут сразу вычисли. Ты че, с дуба рухнувший, что ли, молодой человек. Вот кто, корсар. Привет, малышок! Тебя, видимо, не давили, малышок. Да, так уверенно. Да, лежит. Да, нет. Тут не буду давить, правильно? Это только дядька так быстро ездит. Он пыль-то какую за собой поднял. Я забыл, что я по деревне еду. Опять сейчас переклинило. Куда ехать-то? Сюда. 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 Точно сюда. Я вспомнил. Сюда. Сюда. Сюда.